вот перейдем теперь к конкретному вопросу к гавайских островах гавайских вулканических островах они находятся в центре тихого океана практически в центре немножко севернее в тропиках ну что касается их размеров вот вы можете посмотреть на карте я наложил как бы самый большой остров гавайи на карту московской области и вы видите что не такие уж они большие гавайский архипелаг он имеет несколько рекордов но прежде всего это самый длинный самая длинная цепочка островов в мире протяженностью две с половиной тысячи километров она состоит из 132 островов большинство из них необитаемые только 8 самых крупных островов образуют как бы более 99 процентов суши этих островов эти острова самые изолированные на земле то есть вы видите что до северной америки почти 4000 километров до камчатки там около 5000 километров до японии еще дальше несмотря на это на этих островах самое большое климатическое разнообразие и самая большая степень эндемизма растений и животных именно из-за того что они изолированы и гавайские острова славятся своими вулканами которые считаются самыми активными и самыми высокими если считать и от подножия вулкана который находится на глубине более пяти километров и наверное мало кто знает что на гавайях считается самый чистый воздух поэтому там находится специальная станция которая уже в течение 30 40 лет следит за концентрацию углекислого газа и она нам показывает что если 20 лет назад во всех учебниках было написано что в атмосфере воздуха углекислого газа три сотых процента то сейчас уже более четырех сотых процентов то есть концентрация углекислого газа постоянно растет ну что касается открытия гавайских островов для европейцев многие знают что их открыл капитан кук который назвал эти острова сандвичами островами в честь графа сандвича который снарядил его третью экспедицию и вы знаете что кука убили на этих островах и даже многие знают что его там съели это не совсем так но тоже как бы это недалеко от истины это отдельная тема если хотите потом могу рассказать об этом значит кук их открыл в 1778 году и уже через год его там убили интересно то что вот на том месте вот вы видите стела такая на том месте где его убили сейчас уже уровень океана поднялся на 80 сантиметров и табличка вот именно на том камне на берегу где он стоял и получил смертельное ранение находится на 80 сантиметров на глубине я коротко скажу что на самом деле гавайские острова открыли за 200 лет до капитана кука испанцы но они об этом никому не говорили потому что боялись за свои судоходные пути из америки в филиппины новость о гибели капитана кука как ни странно пришла в европу через нашу страну то есть после того как экспедиция с гавайских островов пришла на камчатку они все дневники кука передали наземным и наземным способом от через санкт-петербург отправили в англию и наш академик палас ознакомился с этими дневниками и рассказал всем своим друзьям в германии о том что капитан кук погиб и они узнали об этом еще до того как узнали англичане тоже вот интересный факт что касается история геологического изучения гавайских островов то она началась в 1840 году когда огромная океанографическая экспедиция состоящая из нескольких судов американская приплыла на гавайские острова и в составе экспедиции находился профессиональный геолог джеймс дэна который посетил действующие вулканы сделал подробное описание изучил сделать соответствующие замеры рисунки изучил то что эти вулканы как бы становится что вулканы имеют разные возраст и рифы подводные отмечают те места где раньше были вулканы все его описание как бы легли в основу основных учебников по геологии на которых учились в девятнадцатом веке все наши известные геологи поэтому гавайские острова как бы с тех пор считается довольно изученными в вулканическом отношении и притягивают исследователей современная гавайской вулканологии началась в начале двадцатого века когда профессора из массачусетского технологического института из института карнеги из гарварда приехали на гавайи со своей аппаратурой которая позволила уже проводить исследование состав вулканических газов анализы лавы проводить и измерять и впервые была измерена температура лавы интересно то что температура лавы она значит порядка тысячи градусов и ни одним никаким термометром ее измерить невозможно то есть любой термометр который туда воткнет и он не сможет померить температуру поэтому были придуманы специальные конусы зегера они получили название по имени изобретателя когда это такие пирамидки которые лепили из соли и глины и при определенной температуре эти пирамидки они как бы оплавлялись и пока и пока и в зависимости от концентрации соли и глины они оплавлялись при разной температуре и таким образом впервые была померена температура в озере лавы который составил вот 1100 градусов градусов и современными на то время приборами изучили вулканические газы которые состояли в основном из воды углекислого газа азота который не пахнут как вы знаете а также из оксида серы и других газов которые очень сильно пахнут которые очень неприятные и ядовиты для человека в том числе значит состав вулканических газов входит даже соляная кислота и оксид серы при взаимодействии с водой превращается в серную кислоту поэтому вулканические газы они очень кислые и но оказывает соответствующее воздействие на окружающую среду вот здесь вы видите такой взрыв огромный который на самом деле не характерен для гавайских для вулканов гавайского типа которых я вам подробнее чуть попозже расскажу он произошел в двадцать четвертом году после сильных дождей когда грунтовые воды и восточные воды от дождей прорвались в озеро лавы и вся эта система в котле закипела и произошел вот такой выброс пара который вот впервые запечатлели на фотографии современная гавайская вулканология она как берет начало создание вулканической обсерватории прямо на краю вулкана килауэ кстати вот перерывы можете ну или после лекции можете подойти вот посмотреть трехмерную карту я вам здесь поподробнее расскажу где какие вулканы находятся и вот прямо на краю кратера вулкана килауэ с 1912 года находится вулканическая обсерватория который следит за всеми изменениями которые происходят на острове сейчас по всему острову расставлены автономные сейсмометры которые мерят любые колебания земли а также специальные приборы которые измеряют так называемые бесшумные землетрясения землетрясения бесшумные это то что мы почувствовать не можем но на самом деле они есть а именно это разрывы трещин которые там могут за год на 10 сантиметров например разойтись или сползание склона в океан или вздутие вулкана при который предшествует как обычно землетрясению их измеряет с помощью значит приборов gps и разные различных лазерных угломеров также везде расставлены газовые анализаторы и инфракрасные камеры которые следят за температуры и могут сейчас уже точно вот например определить что максимальная температура в лавом озере составляет 1150 градусов но это рекорды которые нам показывают гавайские вулканы например в 59 году в небо взметнулся фонтан пепла и лавы на высоту 580 метров то есть это выше чем а останкинская башня огненная река которая вытекала из вулкана мауна лова она текла в течение 22 месяцев это как будет рекорд и максимальная скорость потока лавы который течет внутри лавовой трубы то есть внутри как бы трубопровода составил 56 километров в час и интересно то что внутри этой лавовой трубы лава находится в такой оболочке типа термоса и она может течь на расстоянии там порядка 30 километров и остывать при этом всего на 1 градус за один километр ну и что касается гавайских островов как вы видите они находятся прямо в центре тихоокеанской плиты его и как бы подтверждение того что плиты движутся и возникает глобальные тектонические глобальная тектоника ученые нашли именно на гавайских островах и например вот вы видите такую ускоренную анимацию движения внутри лавового озера она может как бы служить такой уменьшенной моделью движение и взаимодействие плит который мы видим в глобальном масштабе на земле так вот значит если мы вернемся к теории горячей точки то ее разрабатывали именно на гавайских островах значит согласно ей из от ядра земли поднимается как бы столб раскаленной магмы практически до земной коры так называемый плюм который и питает вулканы гавайских островов а тихоокеанская плита постепенно сдвигается и вот доказать одним из доказательств этого вы можете вот увидеть вот цепочка гавайских островов желтым показано количество миллионов лет которое прошло после извержений после появления соответствующих вулканов и вот на большом острове 3 вот этих вот пятна это до сих пор действующие вулканы один из них находится под водой и через какие-то там несколько тысяч лет он появится на поверхности и возникнет новый остров современное представление о горячих точках также разрабатывать и наши ученые например вот евгений викторич артюшков который академик он разработал химическую теорию конвекции в мантии которые как бы доказывает устойчивость горячих точек а вот вы видите вот здесь вот круглые такое уже схема который кстати анимированные и можно посмотреть в интернете институт физики земли сделал такую вот систему которая показывает как работают вот эти грибы горячие точки для разных точек планеты и вот в нижнем части экрана вы видите трехмерную картину который разработали американцы и вот как бы гавайи к гавайям как раз подходит вот этот плюм который питает гавайские вулканы вулканическая активность на гавайях видно везде то есть весь остров покрыт базальтовой лавой во многих частях острова поднимаются вот такие вот пар который выходит из трещин в который попала дождевая вода который нагревается вулканами кроме того выходят вулканические газы которые конденсируются в виде серы то есть как бы самородной чистой серы и в базальте вы можете увидеть например вот такие вот кристаллы оливина это вот минерал породообразующий который сам по себе очень красивый похож на такие драгоценные камни но очень хрупкие кроме того землетрясение и извержение вулканов и кратеры которые при этом образуются они как бы оставляют пятна и провалы на поверхности земли и их можно наблюдать во многих частях острова и вот интересный такой феномен который вызван вулканической активностью вот в нижней части кадра это пустыня которая расположена в центре тропического леса значит пустыня вообще на земле возникает не там где мало осадков а там где испаряемость превышает во много раз выпадение осадков поэтому вот в этой части острова где лава как где вулкан вулканическая активность подходит к поверхности и почву постоянно теплые где-то около там 40 градусов испарение очень сильное и возникает пустыни с типичными пустынными растениями что касается базальт то есть что касается горных пород которые представлены на на островах они прим это преимущественно базальты базальты причем щелочные но кроме них вот вы видите это черные такие камни кроме них вы видите серые и белые камни это вот разновидности андезита которые ученые назвали гаваиты они имеют более кислый состав и уже связаны с последними стадиями работы вулканов что касается состава лавы то вот вы видите состав лавы в основном это оксиды различные в основном оксид кремния а также алюминия железо кальция магния и так далее в том числе вы видите есть присутствует фосфор то есть фосфор то есть это как вот апатит грубо говоря удобрения которые присутствуют на лавах и способствует тому что на на лавах хорошо растут растения теперь давайте пару слов о том что что дали гавайские острова науки значит прежде всего они дали как бы объекты изучения и с гавайских островов пошли пошло много интересных гавайских научных терминов прежде всего это гавайский тип вулканов гавайский тип вулканов это вот вулканы которые извергается без взрывов лава очень горячая жидкая растекается на большие расстояния и образуют вулканы которые очень плоские по форме они напоминают щит поэтому их назвали щитовые вулканы кроме того на гавайях как бы представлен два основных типа лавы это а а лава и похое хое лава это все гавайские термины значит а а лава назвали потому значит назвать лаву которая состоит из острых камней с острыми краями по которым невозможно ходить и вот когда гавайцы босиком идут по этой лаве они кричат а а вот поэтому гавайцы так назвали эту лаву то есть эту лаву по которой невозможно ходить а другая лава похое хое с гавайского переводится как раз как лава по которой удобно ходить что касается различных выбросов которые делает вулкан итальянцы вот мелкие камешки которые вылетают из вулкана называют лапили а более крупные камни они называют вулканические бомбы а гавайцы вот эти лапили мелкие камешки называет уже более сложными терминами например вот верхние вы видите такие капельки это как бы слезы пиле пиле это вот гавайская богиня вулканов вот она вот так вот выглядит или вон там на рисунке в местной мифологии и вот она плачет вот такими слезами в виде застывших таких остекленевших капелек кроме того на островах довольно много вот таких вот похоже на стекловолокно образований который у нас называет базальтовой ватой и продают сейчас для строительных целей на гавайях они называются волосы пиле и снизу вы видите такие пленочки которые образуются при попадании лавы в волны океана при этом вода сразу закипает и на поверхности вот этих пузырей лава застывает тонкими слоями которые называются водоросли пиле и гавайцы еще до различных теорий горячих точек и движения плит разработали свою мифологическую систему по которой богиня вулканов пиле переселяется с одного вулкана в другой и прыгает так с одного острова на другой и таким образом может быть гавайская мифология подсказала ученым в 19 веке о том что вулканы как бы меняет свой дом вулканический пепел на гавайях представлен в виде вот таких вот дюн а если идет дождь то он слепается в виде шариков которые окаменевают и тоже их интересно наблюдать вулканический песок это как бы визитная карточка гавайских островов он бывает разных цветов в основном черный то есть как как только лава стекает в океан она тут же растрескивается на много на множество мелких осколочков которые блестят на солнце сами они похожи как бы на мелкие крошки обсидиана кроме того встречается зеленый вулканический песок если воды океана размоют кратер вулканы и оттуда вымоют оливиновый песок но довольно распространен также коралловый песок и вот такая смесь вулканического и кораллового песка который на гавайях называется соль и перец про подводную подушечную лаву нам уже подробно рассказали на гавайях под водой и очень много на ней хорошо растут канала кораллы и что касается других геологических явлений это говорим как бы свойственные обвалы осыпи и такие явления как марена то есть дело в том что вулкан мауна киа имеет высоту 4200 метров и во время последнего оледенения он был покрыт шапкой льда довольно мощный и когда этот лед таял он оставлял на склонах вулкана вот такие вот выделение марины которые видны на верхнем снимке и лава которая стекает на побережье она она накапливается и под собственным весом как бы обламывается и падает на дно поэтому берега около вулкана килауэ такие обрывистые и вот на этой карте вы пунктиром отмечены как раз обвалы и осыпи которые случились на гавайях за там последние десятки миллионов лет и вот например вот на вот этом острове который называется малакай обвалилась просто половина острова и она осыпалась в океан и половина и сейчас в данный момент это такой обрыв высотой 900 метров и при обвале вот этого половины острова цунами было высотой с нами была такая что она забросила кораллы на соседние острова на высоту около 100 метров из других вулканических как бы образований хорошо видно на склонов вот такие лавопады так называемые видны остатки лавовых труб это те места где протекла лава и остались такие пещеры а также интересное образование в центре экрана как лавовые деревья а именно если лава протекла по лесу с крупными деревьями то она обтекает ствол дерева и успевает застыть до того как дерево выгорит внутри и вот оставляет такой памятник дереву лава как вы видите не только разрушитель то есть вот она сжигает дома перри пересекает дороги но и созидатель то есть лавовые лавовые камни является отличным строительным материалом вон гавайцы строили из них целые гигантские сооружения а также она хороший субстрат для растений которые мгновенно возобновляются на лавовых потоках прежде всего это лишайники папоротники мхи и так далее ну и коротко давайте поговорим про вулканы вот большого острова гавайи вы видите вот значит эти пять вулканов надземных и один подземный подводный то есть их высота достигает 4200 метров это мауна киа мауна ло каухала хуалалай и келауэ сейчас я коротко расскажу про некоторые из них самый активный вулкан который извергается непрерывно с 83 года то есть непрерывно с 83 года течет где-то течет лава это вулкан келауэ вот в разрезе вы видите что под землей он состоит из нескольких магматических камер на разной глубине и он дает выходы лавы либо боковые около океана либо непосредственно на вершине то есть на вершине вот сейчас у него в кратере плещется вот такой вот озеро который ну примерно размером нос эту аудиторию и днем видно что оттуда выходит столб газа и никого конечно к нему не не подпускает потому что вулканический вот этот дым он очень ядовитый и кальдеры то есть вот центральный провал этого вулкана занимает размер примерно четыре с половиной на три километра вот боковые кратеры которых я говорил вот вы видите сколько вылилось лавы как раз начиная с 83 года и вот вы видите фонтан лавы из бокового кратера киловое ики то есть маленький киловое взметнулся на высоту вот почти 600 метров мауна ло считается одним из самых крупных по объему вулканов дело в том что значит над поверхностью суши он поднимается на 4169 метров а в глубину в глубину уходит еще более чем на 5 километров но под своей массой он продавил земную кору и общая высота как бы лавы от от дна от земной коры до его высоты считается 17 километров вот как раз на этом вулкане находится вулканической станции и вы видите что вершины вот этих вот двух вулканов мауна лоу и мауна ке в зимнее время покрыты снегом то есть температура на побережье может быть плюс 25 градусов а температура на вершине вулкана может быть там минус 10 градусов то есть вот такой градиент температура как раз и обеспечил вот это вот разнообразие зональности то есть 10 климатических зон здесь видно от арктической пустыни до тропических лесов пустынь и так далее и хочется сказать что вот ну не знаю наверное где нибудь четверть этого острова занимает гавайский вулканический национальный парк который в прошлом году отметил столетие свое и он является как бы магнитом для туристов ежегодно его это эти вулканы посещает более чем полтора миллиона туристов и как бы вулканы является двигателем экономики гавайских островов если вы не устали еще меня пара слайдов есть о том что гавайи связаны с россией очень интересно то что русские на гавайях побывали начиная с 1804 года это первая кругосветная экспедиция кроссенштерна и лисянского они непосредственно не высаживались на гавайских островах но исследовали атоллы сели даже один раз на мель и вот это вот мель до сих пор носит имя лисянского то есть это как бы подводный подводный риф лисянского также русско-американская компания и другие кругосветные экспедиции под руководством коцепу были на гавайских островах и внесли свою лепту а именно гавайские острова с 1817 года до 1820 года не все правда только один остров кауай официально но почти практически официально принадлежал россии то есть он провозгласил то что местные глава местного племени принял русское подданство это так называемая авантюра доктора шефера который которого послала русско-американская компания выручать корабль который разбился около острова кавай и потерял груз он не только вернул нет груз ему вернуть не удалось потому что его растащили но ему удалось как бы переманить местного вождя на свою сторону но это как бы отдельный разговор но царь александр первый не поддержал его авантюру поэтому гавайские острова с тех пор не интересует российскую империю ну интересно то что как бы выходец из россии был сенатором гавайских островов а также на гавайские острова в начале прошлого века переселилась 2000 русских переселенцев для того чтобы заниматься сельским хозяйством но они не выдержали местного климата и уехали обратно в калифорнию и гидросамолеты игоря сикорского как бы 1 это первые самолеты которые летали на гавайские острова и вот здесь вы видите форт который построил шефер вот за два года пока этот остров кавай принадлежал российской империи спасибо за внимание если вас интересует информация про гавайи вот можете на фейсбуке спасибо патрицы спасибо патрицы